И оформление своей новой услуги едино-сервисной телефонной карты СТК доверила неизвестным дизайнерам, а детям. Знаете, многие выпускники, ученики школы-студии Панкова, это есть профессиональные дизайнеры. Но с детьми всегда приятнее работать. Ребятам предстояло разработать проект оформления пластиковой карточки СТК. Дизайнеры в возрасте от 6 до 17 лет придумали множество оригинальных вариантов. От простых графических начертаний С, Т и К до сложных рисунков в букв в виде домиков и телефонных трубок. Было очень приятно, что ученики нашей студии вышли на такой профессиональный уровень, когда их работы востребованы самой серьезной компанией в нашем городе. И их работы будут не просто представлены, но и использованы компанией в пластиковых карточках. Все участники конкурса получили дипломы и подарки от компании Сибирь Телеком. Авторы 15 самых ярких и профессионально сделанных работ, специальные награды за творческую дизайнерскую идею. Мне понравился этот конкурс, потому что этот конкурс был самый такой необыкновенный в моей жизни. Я хочу спасибо сказать Тарисе Викторовне, Анатолию Петровичу и Сибирь Телеком, что они поддержали этот конкурс и подарили нам такие замечательные подарки. Победителем конкурса и обладателем главного приза стал Митя Проговоров. Возможно, именно на компьютере, врученном компании СТК, юный дизайнер в будущем создаст свои новые шедевры. Я, конечно же, очень рад, что я получил компьютер, несмотря на то, что он у меня уже есть, вполне неплохой, но я считаю, что это часть моей личной жизни уже. Этот компьютер я буду использовать лично для себя, и мне не придется утверждать своих родителей, чтобы они не покупали меня. Подводя итоги завершившегося конкурса, руководители студии Панкова объявили новый. Теперь любители компьютерного дизайна смогут проявить свой талант в конкурсе «Новый Вавилон», посвященный Дню Победы. Спасибо.